Дзюдзюцу В настоящее время параллельно развиваются так называемое традиционное дзюдо, представленное школой Кадакан, и спортивное дзюдо, соревнования по которому проводятся на международном уровне и входят в программу Олимпийских игр. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Дзюдо Федор Емельяненко заслуженный мастер спорта по самбо. Много лет отдал дзюдо. Был членом сборной команды России. В свое время уже достаточно зрелым человеком он перешел на смешанное единоборство и стал там номером один победителем. Но база, которую он заложил, это именно остается дзюдо и самбо. Кстати о самбо. В нашей стране дзюдо и самбо всегда были словами-синонимами. Зачастую отечественные борцы выступали на соревнованиях в обоих видах и разряды выполняли по обоим видам. Сами методики тренировок почти сливались. После включения дзюдо в программу Олимпийских игр и начала его активного развития в СССР дзюдо развивалось не с нуля, а именно путем переквалификации самбистов. Так начинал и легендарный Анатолий Рахлин. Ему далеко за 70, но он по-прежнему в строю и тренирует женскую национальную сборную. Чем мне нравится дзюдо? То, что в этом спорте существует философия, виды спорта. Но я думаю, что и к любому виду спорта можно привязать генеральную философию. Только где-то об этом пишут, а где-то об этом не пишут. Потому что что такое философия? Философия – это сумма всего. Это традиции, это истории, это воспитание определенного народа, определенной расы, определенной территории. Это все. Это и религия, это все вместе. Наверное, именно этот сплав философии и силы в свое время и привлек внимание будущего президента России Владимира Путина к дзюдо. А Анатолий Рахлин до сих пор остается его наставником. Правда, скорее духовным. Ведь, как это часто бывает, ученик превзошел своего учителя. Сегодня Владимир Путин – обладатель восьмого дана и, пожалуй, самый известный дзюдоист в мире. И мне посчастливилось с детских лет попасть в замечательный мир мужества, искренности и благородства. В мир, где высшей ценностью являются не только физическая сила, но и человеческие качества. Школа дзюдо – это уроки взаимопомощи и сотрудничества. Здесь высоко ценится уверенность в себе, решительность, целеустремленность, терпение, уважение к старшим, к товарищам по команде и к соперникам. Во многом благодаря Владимиру Путину дзюдо очень популярна. Эта древняя японская борьба стала в России почти национальным видом спорта. Впрочем, было время, когда вопрос о выживании дзюдо, да и спорта в целом, стоял весьма остро. После распада Союза со спортом вообще было сложно. Не было денег, залы ветшали. Сильнейшие спортсмены уходили в криминал, в бизнес, становились личными телохранителями. Вместе с ними угасали последние надежды на возрождение дзюдо в России. Однако были и те, кто не изменил традиции, не сошел с пути будо. Энтузиасты, по-хорошему сумасшедшие, они на собственные деньги тянули спортшколы. И что главное, дети, словно мотыльки на свет лампы, шли к этим сенсеям, благодарно впитывая в себя их опыт. Так, например, было в Дагомысе, где в клубе дзюдо «Планета», десятки мальчишек с окрестных дворов потели на татами. Они сидели на корточках в подворотнях. Сергей Волобуев сам в прошлом воспитанник клуба «Планета». Он один из тех, кто вначале поддерживал, затем возрождал дзюдо в Сочи. Этот неимоверно сильный человек с руками, как два гидравлических пресса, боец до мозга костей, свирепый в схватке и беспощадный к противнику на татами. В жизни он очень скромный, низкий, едва различимый голос, под детские, открытые, глядящие на мир глаза. Своих учеников Сергей воспитывает в лучших традициях дзюдо, пропагандируя и доказывая на собственном примере главный принцип этой многовековой борьбы. Мягкость побеждает силу, которая дается человеку для того, чтобы он нес в мир добро. Зло и так найдет способ проявить себя. Во-первых, сильный человек никогда драться не будет. Самоутверждаться ему не надо, вы знаете, что он сильный человек. Стараются драться те, которые обижены вечно. А сильный человек, зачем ему что-то показывать? Он покажет на ковре и выйдет. Так что, конечно, помогает. Устойчивости, спокойности. Сегодня в Сочи работают четыре спортивные школы под дзюдо, плюс множество филиалов, небольших уютных залов, где парни не просто тренируются, они здесь как одна большая семья. Кстати, именно в этом отличие в прошлом советской, ныне российской школы дзюдо от тех же японцев, отцов-основателей стиля. Хотя последним нужно отдать должное. Они не гонятся за результатом, подготавливая единоборца постепенно, с маленького возраста закаляя его дух и тело в неспешных тренировках. Выращивая бойца, словно дивный и в то же время смертельно опасный цветок. Законы русской школы дзюдо иные, они жестче. Нет, здесь речь не идет о том, чтобы сломать человека. Хотя справедливости ради надо сказать, что не все выдерживают нагрузки, как физические, так и моральные. Кто-то уходит, но те, кто остается, становятся в итоге чемпионами. Мы выступаем не за себя на Олимпиаде, на мире, на Европе. Мы выступаем за страну, за своих близких. Мы им приносим радость, счастье. Без публики мы бы не были интересны. Без страны мы бы были людьми, не знающими родства, и ванными, не знающими родства. Сегодня много говорят об этом. Дескать, в России не осталось мужчин. Они или спились, или того хуже. Да нет же, все не так. Это тоже, если ты ищешь доступную женщину в библиотеке или наоборот, интеллектуалку и мать твоих детей на дискотеке. Многие тренеры, да и сами бойцы говорят, что ищем или ищут не там. Впрочем, причина того, что мужчина сегодня не похож на мужчину, лежат гораздо глубже в системе воспитания. Воин воспитывается с детства. Мы зачастую слишком навязчиво опекаем своих детей. Вы знаете, вот бытует такое мнение, говорят, вот люди занимают, дети должны заниматься спортом в каких-то кружках, чтобы оторвать их от улицы. А я считаю, что это неправильно. Зачем детей отрывать от улицы? Улица – это тоже жизнь. Мы воспитываем мужчин, и они должны быть на улице, и должны быть примером для остальных. У них должен быть характер, они должны уметь постоять за себя, если это нужно. Уровень развития того или иного вида спорта напрямую зависит от главы федерации. Сочи в этом смысле повезло. Зюдо в нашем городе возглавляет Константин Мищенко. За его плечами Институт физической культуры. Сам в прошлом профессиональный спортсмен-легкоатлет. Он многие годы отдал прыжкам с шестом. Уйдя из спорта, Константин Мищенко нашел себя вначале в политике, а затем в госструктурах. Кому, как ни ему, было возглавить Сочинскую федерацию дзюдо. Я просто не мог отказаться. Для себя не мог отказаться, потому что действительно людям нужна была помощь в тот момент. Ну а так получилось уже, что теперь занимаемся этим. Разницы-то нету, каким видом спорта ты занимаешься. Самое главное, чтобы ты занимался спортом, а не табаком, не продажей алкоголя. Ныне чиновник Константин Мищенко смотрит в будущее. Спортсменами с мировым именем не рождаются и не становятся, говорят он. Конечно, это избитая прописная истина, но именно она актуальна сегодня, как никогда. Когда рухнул СССР, каждый устраивался как мог, но самыми беззащитными оказались дети. Занятые решением бытовых проблем, родители предоставили их самим себе. Некоторые думают, что нам нужны олимпийские медали. Нам не нужны олимпийские медали. Для меня лично, занимаясь профессиональным спортом, я понимаю, что медали не нужны. Нужно, чтобы детвора, которая у нас сегодня растет, она занималась спортом. Чтобы она ушла с какого-то негативного поля. Я же говорю, и алкоголя, и табака. Они куда хочешь пойдут, если мы не займем, взрослые люди их не займут. Спортом они идут куда угодно. На самом деле, здоровый, перспективный человек, он нужен стране, нужен государству. Здоровый человек начинается с детской площадки во дворе дома, со спортзалов, шаговой доступности. Именно по пути развития небольших залов в каждом микрорайоне, в каждом спальном районе решила пойти Сочинская Федерация Дзюдо. По словам Константина Мищенко, во многом из-за отдаленности спортзалов многие просто отказываются заниматься. Каждому человеку, даже я, если бы у меня был возле дома спортивный зал, я бы с удовольствием вечером пошел бы туда и позанимался. Но так как мне нужно, допустим, ехать, ну не знаю, километров за пять, это да, километров за пять в этот спортивный зал, я бы хотел, но, ну знаете, тяжело, устал, лень и все. Человеку нужно создать возможность. Это задача как раз менеджмента городского. Максимально тесно сотрудничаем с Федерацией Самбо Дзюдо города Сочи, тем более по всему югу России, тоже понятно и признанно, самый лучший результат это у Федерации Сочи по Самбо Дзюдо. Естественно, Самбо-70 это тоже уникальный центр образования, в котором совместили и общее образование, и спортивное. Чтобы дети, не отрываясь от учебы, занимались любимым спортом. Поэтому это такое интересное, интересное сочетание, которое, ну... Центром дзюдо в Сочи по праву можно назвать Адлер. Именно здесь работает старейший в городе зал борьбы на базе 10-й спортивной школы. Преподают здесь легендарные люди, такие как Арутюна Разуманян. Он стоял у истоков создания сочинского дзюдо. В его понимании дзюдо это даже не борьба, а определенный стиль жизни, причем элитарный. Достаточно посмотреть на тех, кто предпочитает дзюдо другим видам спорта. Очень много политиков, и прямо в Европе, во Франции, в Соединенных Штатах, в Америке, три президента. Гувер такой, который был, отвечал за разведку. Это все проходят дзюдо. И сегодня очень приятно, что в училищах предприятия обязательно принимают в первую очередь спортсменов-дзюдоистов. Дзюдо является прекрасным методом для поддержания хорошей физической формы. С помощью упражнений человек развивает в своем теле как силу, так и гибкость. Укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Тренировка сознания в дзюдо учит человека сохранять спокойствие, находясь под давлением обстоятельств. Влияет на все ситуации его жизни, будь то экзамен на право вождения автомобиля, семейная жизнь или работа. Дзюдо также развивает способность к лучшей концентрации сознания. Отсюда у детей закладывается хороший фундамент в школе, да и в дальнейшей жизни дзюдо пригодится. Дзюдо является наиболее красивым видом, одним из красивейших видов борьбы и наиболее популярным, который воспитывает в человеке, особенно в подрастающем поколении детишек, многие качества, такие как выносливость, сила воли, характер, трудолюбие, стремление к достижению цели, скоростное, быстрое и ситуативное мышление. Я думаю, что это все то, что нужно ребенку и уже последующему взрослому человеку, чтобы в этой жизни быть успешным. Это, конечно, приятно, что в дзюдо это существует и есть определенные каноны. И они ничем не расходятся ни с теми, кто прописаны в Библии, в Коране, в Талмуде и так далее, и так далее. В первую очередь, любой вид спорта, любая деятельность человека, любой воспитательный процесс должен, в первую очередь, воспитывать индивидуами человека. Человека, а потом спортсмена, инженера, академика, президента. Дзюдо было включено в программу Олимпийских игр в 1964 году и на данный момент им занимаются миллионы людей по всему миру. Нет, конечно, у нас еще Олимпийского чемпиона. Мы верим в это, что вот из молодых наших воспитанников будет и мечта воплощена всех нашего тренерского коллектива. Будут и у нас Олимпийские чемпионы. Все идет к этому. Так что же такое дзюдо? Каждый человек ищет и находит в нем собственный смысл. Для одних это чистый спорт, для других – искусство, внутренняя дисциплина, для третьих – хобби, социальная активность, программа по улучшению физической подготовки, самозащита. Но есть и такие, как герои нашей сегодняшней программы, для которых дзюдо является всем этим и даже чем-то большим – самой жизнью. Продолжение следует...